Приветствую вас, вы на канале sibdroid.ru. Кто не слышал про смартфоны от линейки Redmi? Я думаю, что слышали абсолютно все. Поэтому ажиотаж вокруг любого смартфона этого бренда возникает мгновенно. Так произошло и с Redmi Note 9. Давайте же я немного расскажу вам об этом смартфоне. Но перед началом поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях, подпишитесь на нас, ну и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. Уже давно смартфоны линейки Redmi перестали выглядеть как бюджетники. По внешнему виду Redmi Note 9 полноценный флагман. Красивый, переливающийся на свету и удобно лежащий в руке. Но как раз таки стоит взять его в руку, тут-то и понимаешь, что это все еще среднего класса смартфон. Нет, к качеству исполнения вопросов не имеется. Единственное, что выдает его бюджетность, это пластиковая задняя спинка. Но это даже не минус для многих, ведь пластик куда практичнее стекла. А еще задняя панель устройства окрашена при помощи продвинутой обработки IMT. Данное покрытие способствует лучшему сопротивлению к царапинам и загрязнению. Конечно же, главным изменением в дизайне стал блок камер, который принял квадратную форму и стал располагаться ровно посередине задней крышки, в верхней ее части. Но более подробно о камере я расскажу чуть позже. Что также немаловажно, под камерами расположился сканер отпечатка пальца. Здесь, как и всегда, работает быстро, а найти его на задней панели смартфона не составляет труда. Что может быть интереснее, чем дизайн? Все верно. Экран устройства. Экран в Redmi Note 9 внушительный. Огромный 6,53-дюймовый дисплей с качественной IPS-матрицей и разрешением Full HD+. Экран накрывает качественное защитное стекло Gorilla Glass 5. Есть хорошее олеофобное покрытие, к которому мы уже привыкли в среднебюджетных смартфонах от Xiaomi. Качество картинки, как и полагается, на уровне среднебюджетного устройства. Да, звезд с неба не хватает, но для повседневного использования этого хватит сполна. Redmi Note 9 выдает приятную глазу картинку, без засветов, искажений и приемлемой яркостью в 450 нит. Но, как мы с вами знаем, дизайн дизайном, а вот производительность играет куда большую роль. И в этом плане Redmi Note 9 показывает себя с двух сторон. За производительность Redmi Note 9 отвечает как раз таки процессор Mediatek Helio G85. Это свеженький процессор, который дебютировал именно в Redmi Note 9. С обычными повседневными приложениями смартфон работает шустро. Приложения запускаются моментально, редко, когда приходится ждать их загрузки больше пары секунд. С точки зрения обычного использования, нареканий к смартфону нет. Это отличная рабочая лошадка, пользоваться которой одно удовольствие. А вот в играх немного по-другому. На деле же Redmi Note 9 нельзя назвать современным игровым аппаратом. Да, на нем идут все актуальные тайтлы, Call of Duty Mobile, World of Tanks, Asphalt 9, PUBG и другие. Но выставлять нужно либо низкие, либо средние настройки графики. Потому как если настройки поставить выше средних, то FPS начнет проседать, а смартфон нагреваться. Так что игровым я бы его, конечно, не назвал, но звание способным на многое он все же заслуживает. Еще одна главная новость. У Redmi Note 9 есть NFC. Xiaomi по-прежнему оснащает не каждый новый смартфон поддержкой NFC, поэтому приходится этот важнейший для покупателей момент подчеркивать. Ну и куда же нам без упоминания о камерах? Ведь в наших реалиях это одна из главных причин покупки нового смартфона. Xiaomi давно не жалеет камер для своих среднебюджетных смартфонов. Вот и Redmi Note 9 досталось прилично. Смартфон оснащен сразу четырьмя тыльными камерами. Широкоугольная на 48 Мп, ультраширокая на 8 Мп, датча глубины в 2 Мп и макрокамера тоже в 2 Мп. Но цифры о многом не скажут, куда важнее. Результат. Смартфон снимает отлично в условиях хорошего и естественного освещения. Резкость высокая, цветопередача правильная, пусть и не в 100% случаев. Когда освещение ухудшается, качество съемки снижается прилично. Сделать нормальные фотографии можно, но рассчитывать на отсутствие шумов и высокую резкость не приходится. Возможности записи видео достаточно скромные. Доступно только разрешение Full HD или HD при 30 кадров в секунду. Почему нет 4К, спросите вы? Просто процессор смартфона не в состоянии обработать такое разрешение, но при этом съемка в Full HD выглядит достойно. И завершает всю эту эпопею рассказ об автономности. Большое преимущество Redmi Note 9 над многими конкурентами из аналогичной ценовой категории – это аккумулятор. Емкость батареи смартфона составляет внушительные 5020 мАч. При повседневном использовании, без излишеств в виде часовых игровых сессий, смартфон продержится 2 дня спокойно. Долго же заряжать столь емкий аккумулятор не потребуется. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью в 18 Вт. Все аксессуары для быстрой зарядки поставляются со смартфоном. Докупать ничего не нужно. Подводя итог, нужно сказать, что да, у смартфона есть некоторые недочеты. Но опять же, с ними можно мириться, ведь в конечном итоге мы получаем смартфон, у которого достойная камера, качество сборки, ну вот такое просто, отменное, и опять же, производительность и автономность на высшем уровне. Если его мелкие недочеты для вас не критичны, то Redmi Note 9 – это оптимальный смартфон, который будет служить вам верой и правдой очень долгое время. А приобрести его вы можете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru. А чтобы покупка стала еще более приятной, используйте промокод, который вы найдете в описании. А для вас этот ролик подготовил я, Игорь, и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok